Меня зовут Макс Нахаба и сегодня мы говорим про маркетинг, а точнее про черное пятно. Ребят, как дела? Минуточку. Ну на самом деле хочется заметить, что наше общение, оно складывается про отношения. Михаил говорил про отношения с окружающим миром, Ольга говорила про отношения руководитель-подчиненный, а я буду говорить про следующий тип отношений, это про отношения маркетинга и продаж. Совершенно неудивительно, что мы говорим про отношения, ведь мы в гостях у системы, которая позволяет управлять взаимоотношением с вашими клиентами. Ну и собственно давайте сначала поймем диспозицию в зале. Кто относит себя к продавцам? А кто работал продавцами? А кто относит себя к маркетологам? Или работал когда-либо маркетологом? Ваш меньше. Мы в меньшинстве, потому что сейчас я работаю директором по маркетингам, и я буду прежде всего говорить о том, что делать маркетологу, чтобы избежать этого конфликта. А кто управляет теми и другими? Ну собственник бизнеса, первое лицо. У вас тоже меньше интересно, кто все остальные. Но на самом деле мы с вами будем говорить про конфликт и суть этого конфликта. Кстати, кто осознает, что у него есть этот конфликт в компании? Один человек? Больше? Но на самом деле плохая новость для тех, кто этого конфликта не осознает и скрывает, что осознает. На самом деле этот конфликт присутствует. Я занимаюсь маркетингом и продажем больше 10 лет. Я работал и на той стороне в продажах, я работал на стороне маркетинга, поэтому я его увидел и созерцал в очень разных компаниях, начиная от достаточно грязного ритейлера, который торгует шинами, продолжая в телекоме и сейчас работая в таком чистом с налетом гламура ИТ. И везде этот конфликт есть. Поэтому и суть этого конфликта заключается в следующем. Продажи не знают, что требовать от маркетинга. К чему это приводит? Это приводит к тому, что продавцы говорят, что маркетинг ничем не занимается. Ну действительно, как он может чем-то заниматься, если я не знаю, что от него требовать? Это усугубляется следующим пунктом. Маркетинг не знает, чем он заниматься. И тоже понятно почему. Потому что маркетолог – это достаточно новая профессия. Вокруг нее существует очень много мифов, стереотипов. И все бы ничего, наверное, маркетологи и продавцы в этом всем могли договориться, распределить зоны ответственности, не конфликтовать друг с другом. Но все усугубляется пунктом номер три. В продаже, маркетинге и воспитании чужих детей в России разбираются все. О чем я здесь говорю? Я здесь говорю о том, что чаще всего управление с бытовой функцией компании, то есть процессом привлечения клиентов, оно строится на интуитивном уровне. Что такое интуиция? Ну, наверное, все из вас гордятся своей интуицией. Уверен, что многие из вас принимали решения, построенные на интуиции. И на самом деле это одно из ключевых свойств руководителя в условиях высокой неопределенности. Уметь принять решение, выбрать то на основании непонятно каких фактов. Но интуиция работает не всегда. Давайте представим дорогу. Дождь. Вы возвращаетесь домой. Домой за город. Едете приличные свои 140 километров в час. Перед вами едет другая машина, и вдруг выбегает собака, и машина перед вами начинает резко тормозить. Что вам говорит интуиция? Интуиция говорит тормози. Она буквально тормози двумя ногами. Сейчас приедем. И чаще всего люди так и поступают. Зажимают педаль тормоза двумя ногами, и приезжают в бампер впереди стоящей машины. Но опытный водитель знает, что делать. Что нужно делать? Есть опытные водители? Нажимать часто? Но это АБС умеет делать сейчас за вас. Но на самом деле опытный водитель скажет, что нужно отпустить педаль тормоза, пойти против своей интуиции и осуществить маневр, объехать машину впереди вас, посмотреть по зеркалам, убедиться, что вас никто не обгоняет на скорости уже 200 километров в час. Но в общем сделать что-то, что идет в разрез вашей интуиции. Почему вы так поступаете? Почему так поступают опытные водители? Потому что опытные водители имеют знания. Имеют знания и понимание, как устроен процесс управления автомобилей. Понимают, что в условиях заблокированных колес управлять машиной невозможно. И это позволяет им отпустить педаль тормоза и не поцеловать, в нашем случае, зад конкурентов, если они впереди. Ну а в случае с водителем, собственно, машину. О чем будет, собственно, эта лекция? Эта лекция будет, не лекция, а презентация. Она будет о знаниях, попытка разобраться в ключевом процессе для компании, процессе привлечения и понять, какие ошибки могут возникнуть в течение организации этого процесса. Чем это будет полезно продавцам? Ну, продавцы, вы будете знать, что требовать от маркетологов и чего не делать, чтобы конфликта не было. Чем это будет полезно маркетологам? Ну, для вас это будет своеобразный способ, чек-лист, понять, тем ли вы занимаетесь, так ли вы относитесь к тому, что вы делаете. Ну а если вы руководитель и управляете тем и другим, придите в свою компанию, посмотрите, как организован сбыт, поговорите и с теми, и с другими, поймите, что не так, есть ли у вас те ошибки, о которых я говорю, и я буду очень рад, если у вас их нет. Итак, для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте поймем, как устроена магия и как клиент из потенциального становится вашим. Вот в левом верхнем углу у нас есть такие недовольные красные потенциальные клиенты. Почему они недовольны? У них нет ваших продуктов. И, соответственно, они такие расстроенные. В правом нижнем углу более счастливые зеленые смайлы. Почему они довольны? Очевидно, у них есть ваши продукты, но как-то нужно первым превратиться во вторых. Обычно, когда мы говорим о продаже и привлечении, всегда рисуется образ воронки продаж. Это то, с чем ассоциируют продажи. И прохождение этой воронки генерирует определенные затраты. Если у вас есть продавец, ну, по сути, содержание этого продавца, есть те самые затраты с помещения. Если у вас есть магазин, это содержание точки продажи. Ну, и там, если у вас есть сайт, то все равно у вас есть человек, который принимает заявки и так далее, и так далее. Но очень часто люди забывают о том, что воронку продаж нужно наполнить. И существует еще второй тип затрат. Это затраты на вовлечение в воронку. Это затраты, которыми чаще всего ассоциируют маркетинг, приравнивают значение маркетинга и реклама. Маркетинг, на самом деле, на мой взгляд, существенно шире, чем просто реклама. Но мы сейчас будем говорить об этой функции маркетинга, потому что она чаще всего взаимодействует с продажами. Какая ключевая задача для маркетолога с точки зрения продаж? Я формулирую ее следующим образом. Ключевая задача маркетинга и маркетолога, в частности, в области продаж, это обеспечить встречу продавца с покупателем. Если ваш маркетолог думает как-то по-другому и помогает продажам, точнее, помогая продажам, не занимается этим, значит, он занимается чем-то не тем. Итого у нас есть магия, магия превращения клиента из потенциального в существующего, и эта магия стоит денег. Стоимость этой магии складывается из двух простых затрат. Это затрат на вовлечение, сделать так, чтобы ваш продавец встретился с потенциальным покупателем, и затрат на, собственно, обеспечение продажи. Казалось бы, живи и радуйся. Как оптимизировать эту функцию? Кто помнит математику? Ну, все очень просто. Нужно два слагаемых оба снизить. Если бы не одно но. Маркетинг и продажи начинают определять, кто главный. Для этих целей придуманы даже специальные термины. Я так называю этот затратный метод определения, кто главный. Если главные продавцы, то есть и на продаже у вас доминируют активные отделы, вы практически не занимаетесь рекламой и все вкладываете в продажи, то у вас пуш-стратегия, самые главные продавцы. Если у вас один продавец, который обрабатывает входящий поток, и основным методом продвижения является реклама, то есть вы привлекаете людей в точки продажи, то это называется пул-стратегия. И по этим принципам маркетинг и продажи решают, кто главный. А как вы считаете, кто главный в компании? Я рад, что коллега знает, кто главный в компании, это клиент. И это на самом деле правильный ответ. Не надо определять, кто главный в компании. И тут мы подходим к ошибке номер один, которая чаще всего встречается в организации процесса продаж. Это забыть о том, что затраты на вовлечение и затраты на продажи на самом деле связаны между собой. Как они связаны? Они связаны очень просто. Существует обратно пропорциональная зависимость. И она не существует, она должна существовать. Это закон бизнеса и правильной организации продаж. Объясню, почему это работает именно так. Если перефразировать, то это работает так, потому что чем больше вы вкладываетесь в рекламу, тем больше и в общение с потребителем, не обязательно рекламу, тем больше он осознан в момент продукта. Мы часто употребляем термин элит. Кто знает, что такое элит? А кто знает, чем горячий элит отличается от холодного? Чем? Ну вот мы все на уровне срочности, все на уровне интуиции, понимаем, что вроде холодный от горячего чем-то отличается, и горячий лучше, чем холодный. Но я формулирую это следующим образом. Горячий элит отличается от холодного степенью осознанности потенциального потребителя в момент встречи с продавцом. Соответственно, эту осознанность нужно формировать. И если ваш маркетинг поработал так, что в момент встречи с продавцом потребитель знает, чего он хочет, знает, почему он хочет, отработаны все возражения, то ваш продавец превращается в простой инструмент выставления счета. В крайнем случае у вас есть сайт, который сам выставляет счета, и продавец вообще не участвует. Надо ли платить такому продавцу много денег? Нет, не надо, потому что он выставляет счета. Бывают совершенно другие ситуации. Когда компания делает ставку и должна делать ставку на продавцов, она занимается активными продажами, она практически не вкладывается в рекламу, то есть соотношение затрат рекламы и продажи в пользу продаж. И в таких компаниях надо меньше вкладываться в рекламу и больше вкладываться в хороших продавцов, потому что ему нужно работать со всеми возражениями, описывать процессы продажи, понимать потребности клиентов и так далее. И тут хочется сказать об ошибке номер два, которая часто возникает в момент, когда маркетолог решает подогревать рынок. Она заключается в следующем. Маркетолог занимается брендом, пиар, и вот все, что около этого, не зная, что это на самом деле. Точнее, даже не понимая, зачем. Я это беру не из головы. Я провожу порядка 50 собеседований в год с потенциальными маркетологами, и это мой любимый вопрос, чем должен заниматься маркетолог. Слова бренд и пиар случат 90% случаев, но они все разбиваются на вопрос, зачем. Чаще всего формулировка происходит следующее. Надо заниматься брендом, потому что это очень важно. А почему это важно? Ну, потому что это же бренд. И вот так по кругу, по кругу. То же самое относительно пиара. Какой продавец будет рад, если его маркетолог куда-то всаживает безумные деньги, называет это брендингом, пиаром и так далее, и он не понимает полезность от всего происходящего. На мой взгляд, с точки зрения продаж, особенно для малого бизнеса, есть и другие функции в крупных компаниях, когда они котируются на IPO, то есть нужно управлять стоимостью акций, но мы их сейчас не будем рассматривать, поэтому для маленьких компаний ключевыми задачами бренда и пиар это является повышение осознанности потенциального покупателя в момент встречи с продавцом. Как это работает? Ну вот бренд, мы работаем на рынке B2B, мы оказываем услуги электронного документа оборота между юрлицами и государством, ну попросту передаем ваши налоговые декларации в контролирующие органы, что было бы, если бы у нас не было бренда и ведущий нас не объявлял, как всем известная компания SKB Contour. Ну, наверное, когда наш продавец звонил бы потенциальному покупателю, говорил, здравствуйте, мы хотим передавать за вас декларации в налоговую, кто это, это ИП Пупкин, ну, наверное, возникало бы много вопросов. Насколько это безопасно? А вы точно их передадите? А не потеряете ли вы в процессе данные? Вы не будете подсматривать, сколько мы зарабатываем, но бренд, он позволяет очень легко сформировать устойчивые ассоциации с компанией, искажать о том, что мы производим надежные и защищенные решения, и продавец не тратит свои силы на то, чтобы преодолевать этот пул возражений, который уже мы преодолели, мы маркетологи преодолели до него. Возвращаемся к нашей воронке продаж. Сейчас она кажется неполной. Чего не хватает? Сложный вопрос. На самом деле многие забывают о том, что совершив первую покупку, нужно работать над совершением повторных покупок. Почему? Потому что в этом кроется ключевой момент привлечения и повышения его эффективности. Обычно затраты на повторное вовлечение в воронку, нежели там своевременный возврат клиента, они относятся примерно как 1 в 7. То есть вы тратите на повторное привлечение в 7 раз больше денег, нежели на своевременный возврат в воронку. Об этом многие забывают. И тут хочется поговорить о таком волшебном термине, как лояльность. Лояльность – это тоже топ слов, которые употребляет маркетолог на собеседованиях, когда говорит, чем он должен заниматься, но тоже не понимает, зачем. А зачем компания лояльность? Я формирую достаточно однозначное определение затрат на лояльность. Затраты на лояльность – это затраты, повышающие вероятность повторной покупки. И, кстати, если говорить о лояльности, на самом деле мы сейчас… Есть клиенты, кто уже купил Bittrex и им пользуются? Есть. Вот сидите, ощущаете, как ваша лояльность повышается. Чувствуете, да? Почему она повышается и почему компания приглашает в том числе вас? Потому что она хочет, чтобы вы осознавали необходимость в управлении и продаже. И через осознание этой необходимости у вас появляется потребность в том самом инструменте. Вы понимаете, как им лучше пользоваться, и это повышает вероятность в том, что вы продолжите сотрудничать с Bittrex. Из этого тезиса существует очень интересное следствие. Оно звучит следующим образом. Лояльность не бывает для потенциальных клиентов. То есть тут тоже интуиция начинает кричать и говорить, как же, как же. Я знаю много ситуаций, когда я что-то хочу купить, и я лоялен к бренду. Мне на ум приходят такие ассоциации, как бренды Ferrari, Porsche. Ну, многие хотят же купить Porsche. Причем, что любопытно, но это явно не глупые компании. Они делают специальную атрибутику, которую может купить простой человек, который не в состоянии купить Porsche. Наверное, ты начинаешь задумываться, ну, наверное, они выращивают во мне потребителя. Они надеются, что я заработаю когда-нибудь на Ferrari и куплю себе его, но на самом деле нет. Подобные затраты, нужно понимать, почему они происходят. Они исходят из сути этих брендов. Суть бренда Ferrari – это статусная вещь. А достаточно сложно владеть статусной вещью, которую хочешь только ты. Поэтому специально компаниями создается клуб любителей Ferrari, которые не могут себе позволить, и на этом фоне человек, владеющий Ferrari, у него появляется прекрасная лояльность, то есть у него есть, у других нет, но хотят, и это повышает его вероятность остаться в этом самом клубе и купить следующую машину тоже Ferrari. Продолжая про разговор о лояльности, тут неожиданный, казалось бы, переход. Ошибка номер четыре – это ориентироваться на быстрые деньги. О чем я говорю, когда говорю ориентироваться на быстрые деньги? Если до этого я говорил про ошибки маркетинга и про то, что делает маркетолог не так в отношении с продавцами, то эту ошибку чаще всего допускает продавец. И вот почему она происходит. Она вытекает из ключевых проблем продаж в России. Ключевая проблема России в продажах номер раз. У нас нигде не учат на профессиональных продавцов. Нет кафедры, есть кафедры маркетинга, нет кафедры продаж. Ну, возможно, где-то они сейчас начинают появляться, потому что есть спрос на эту специальность. И, наверное, бы это тоже не было проблемой, потому что, ну, в конце концов, есть такие мероприятия, на которых можно прийти, повысить свою квалификацию, и, в конце концов, что-то поэкспериментировать, сам поделать, научиться через опыт. Но есть вторая проблема, которая разрушает первую. Называется «никто не мечтает быть продавцом». Ситуация, которая нормальна для Штатов, когда ребенок подходит к отцу-продавцу и говорит «папа, я хочу быть продавцом, как ты», и отец спускает слезу и говорит «да-да, я так и знал», она, наверное, невозможна в России. Представьте, что у вас ребенок, у кого они есть, приходит к вам и говорит «мама, я решил быть продавцом» или «папа». Ну, максимум, точнее, минимум, чем уйдет ребенок, это с красной пятой точкой и абсолютным нежеланием работать продавцом. Потому что, ну, тоже понятно, почему так возникает. 70 лет продавцов называли спекулянтами. Это были люди, как бы ругательным словом, за это сажали. Понятно, что за небольшой период истории очень сложно изменить отношение к продавцам. И я призываю вас, как собственников бизнеса, как людей, которые работают с продавцами, повышайте престиж работы продавца в своих компаниях. В конце концов, это те люди, которые несут деньги в компанию. Причем другие подразделения делают это фигурально, а эти вот прям своими ручками их приносят в компанию. Повышайте престиж, тогда, скорее всего, ваши продавцы не будут думать об операционных целях, о том, как выполнить план этого периода, а дальше хоть трава не расти. Я все равно не мечтаю работать продавцом в долгосрочном периоде. Кстати, возвращаясь к Битриксу и к тому, что мы у него в гостях, вспомним ключевой конфликт операционного и стратегического. Это заполнение CRM. Кто понимает, что такое заставить продавца заполнить CRM? Кто считает, что это просто? Да? Вы их бьете? Ну, на самом деле, ну и тут понятно, почему. Продавец думает о том, как продать сейчас. Маркетолог думает о том, как собрать побольше информации, собрать причины отказа, принести эти идеи в разработку, в производство, доработать продукт. Продавец думает, мне нужно выполнить план сейчас, мне не хватает на iPhone, а завтра я пойду работать в другую компанию, либо пойду работать не продавцом. Поэтому занимайтесь, повышайте, образовывайте своих продавцов. Они должны понимать весь процесс продажи для того, чтобы не думать о ситуации здесь и сейчас, а дальше хоть трава не расти. Вернемся к нашему циклу привлечения. Он кажется уже полный. Мы возвращаем клиентов и заново как бы их привлекаем. Но чего-то не хватает. Чего не хватает? Мне нравится, судя по всему, в России приходят теплые времена, потому что раньше, когда я задавал этот вопрос, говорили, что не хватает денег. На самом деле, действительно, на этом слайде не хватает денег. Мы… Это все бессмысленно, весь этот процесс, если клиенты счастливо и с счастьем не расстаются с деньгами. И тут совершается, наверное, одна из таких наиболее важных ошибок, о которой я хотел бы поговорить отдельно. Это думать о цене как о самом главном. То есть очень часто, и это такой типичный случай, когда интуиция нас подводит, когда наш конкурент снижает цену, что нам хочется сделать? Нам хочется ответить ему и тоже снизить, потому что кажется, что у нас совершенно тот же самый продукт, тоже совершенно то же самое. И нужно единственным способом решения этой проблемы, ну как в случае с торможением, зажать тормоз двумя ногами и уронить цену. Наверное, в каких-то аспектах это возможно, но это все работает только в двух случаях. Первый момент. Вы сможете обеспечить лучшую цену на рынке только если вы обеспечиваете лучшую себестоимость. Ну понятно, потому что у вас цена будет упрется в итоге в себестоимость. Обрекая тем самым себя на такие не очень популярные управленческие действия, там типа какую бумагу закупить в туалете, а нужно ли ее вообще закупать, нам же нужно экономить, обеспечивать лучшую себестоимость. Вы будете постоянно думать о чем-то подобном. И второй момент. Его, наверное, тоже можно применять, кому-то, возможно, нравится. Это можно выжить конкурента, если у тебя хороший такой жировой запас. Ты играешь в минус, конкурент умирает, и у кого жир, ну, естественно, умирает тот, у кого жира было меньше. Ты занимаешь рынок и обратно возвращаешь цену. Тут есть ключевая проблема для малого бизнеса. Понижение себестоимости – это задача и возможность для крупных компаний. Почему? Потому что тут вступает теория массового производства. Выпуск каждой последующей единицы продукции или продажи последующей единицы продукции, он всегда обходится дешевле, поэтому чем больше ты производишь, чем более крупная компания, тем ниже у тебя себестоимость. Это происходит автоматически и даже без желания компании. Ну и второй момент – это про жирок. Тут всем понятно, малый бизнес не до жиру. Это прерогатива крупных компаний, таких жирненьких, неповоротливых. На самом деле это и минус этих компаний, потому что они существенно медленнее реагируют на изменения рынка, и тут малому бизнесу гораздо проще себя чувствовать. Его поджарость и маневренность позволяют малому бизнесу существенно лучше реагировать на потребности рынка, обеспечивать лучшую ценность в каких-то сегментах, потому что теория массового производства, всех массовый продукт может не устраивать, и малый бизнес как раз таки может работать в этих нишах. И не стесняйтесь, ставьте более высокую цену, если вы можете обеспечить более высокую ценность и обеспечиваете ценность на ваш продукт. Ну, на самом деле у меня все. Что хочется сказать в итоге, как результат сказанного, как избежать конфликта маркетинга-продаж? Ну, нужно добиваться единого понимания маркетинга-продаж своих целей. Цель маркетинга-продаж заключается не в том, чтобы выяснить, кто главный, кто правый, кто виноватый, а в том, чтобы произвести вот это наиболее удобным способом превращения потенциального клиента в нашего клиента. И, соответственно, если маркетинг и продаж об этом не договорятся, и вы не сформируете в своих головах единого понимания процесса привлечения и продаж, и будете совершать те ошибки, о которых я говорил, диалог маркетинга и продаж будет всегда напоминать разговор о двух игроков либо выигрышей, либо про доигравшей команде, которые, собственно, дерутся за то, кто больше виноват, либо кто там больше виновен, наоборот, в победе компании. В целом все. Максим, спасибо большое. Давайте поаплодируем. У нас на самом деле есть время, чтобы позадавать вопросы, потому что следующий докладчик немножко задерживается. И начнем с первых вопросов с приложения. Максим, скажите, какие KPI используете для отдела маркетинга сейчас? Ну, у меня свое отношение к маркетингу. Сейчас для отдела маркетинга у нас используется три блока KPI. Первый из них – это выручка, то есть это полный доход от прохождения воронки. Второй из них – это SAC, это те самые затраты на вовлечения, которые состоят из затрат на продажу плюс затрат на рекламу. Он именно сформулирован в формате SAC, нет рекламного бюджета. Это, на мой взгляд, такая штука, которой вы можете пользоваться. Рекламный бюджет у нас безлимитный. Нет больших и маленьких денег, есть деньги эффективно потраченные, неэффективно потраченные. Соответственно, в KPI я использую именно SAC, стоимость привлечения одного клиента, потому что это позволяет эффективно перевыполнять планы, потому что в противном случае получается интересная ситуация. Чтобы перевыполнить KPI по выручке, нужно перевыполнить KPI по бюджету, то есть тем самым лишить себя части премии. Когда мы формируем относительный показатель, именно стоимость привлечения клиента, в этом случае происходит магия, то есть можно выполнять и тот, и другой KPI, потому что нам важно, сколько стоит привлечение одного клиента, и не важно, сколько в итоге мы денег на это потратили, если эти косты сгенерили выручку. Ну и третий блок – это смарт-задачи, задачи, связанные с развитием, потому что все-таки я считаю, что маркетолог должен думать дальше, чем базовый период, это квартал в нашем случае. Это задачи, в которых формулируется, что хочет сделать маркетолог для того, чтобы обеспечивать результат в следующих периодах, через год, через два и так далее. Ну это позволяет достичь баланса. Вообще я, кстати, хочу поделиться еще вот такой штукой, ошибкой X, говорить маркетинговые затраты. Я считаю, что в современном мире этого ни в коем случае нельзя делать, надо говорить не затраты, а как говорить? Бюджет, инвестиции, точно. На мой взгляд, это наиболее удачная формулировка, потому что это задает очень интересное отношение к маркетинговому бюджету. Ты понимаешь, что это не просто деньги, которые ты тратишь, и ты отвечаешь за насколько их хорошо потратишь, а инвестиции предполагает возврат. Возврат, отдачу от тех действий, которые осуществляет маркетолог в части рекламы, пиара, бренда и чего угодно. Спасибо. Еще такой вопрос. Скажите, а используете ли вы в компании SKB Contour, может быть, для некоторых продуктов, сквозную аналитику? Что значит сквозную аналитику? На вылет? Ну, то есть вы отслеживаете стоимость привлечения каждого лида и, собственно… Да, конечно. То есть привлечение разделено на каналы, то есть у нас есть два ключевых канала для привлечения, это вот примерно такие же мероприятия, только в нашем собственном формате. Это интернет, интернет там еще делится, то есть материалы делятся по типу. И здесь очень важно именно сочетание, сочетание каналов, которые приходит лид, потому что, как мы помним, затраты на привлечение и обеспечение встречи продавца с потенциальным покупателем, они коррелируют с теми затратами, которые несет компания на осуществление процесса продаж. Соответственно, если это дорогой лид, там уже очень горячий клиент, мы сделали все, чтобы сформировать его осознание, то он направляется куда-нибудь там в механизм автовыставления счетов, где человек сам себе выставляет и оплачивает счет. Если это холодный лид, ну, например, лид там с мероприятия, либо мы вообще… Кстати, многие думают о том, что нужно обязательно кого-то привлекать. На самом деле, в том числе, задача маркетолога – это сказать продавцам, куда идти. То есть, если у вас есть активные отделы продаж, эффективно, чтобы маркетолог занимался сбором контактной информации и выдавал сегментированную базу, по которой должен звонить продавец, продавцу. Соответственно, это холодные продажи. Понятно, что наиболее сложных клиентов мы отдаем наиболее затратные, но с то же время эффективные каналы, например, выездные каналы, когда нужно приехать, провести презентацию. Понятно, что это немного другой уровень продажи и с точки зрения затрат и качества, нежели автовыставления счета. То есть, в общем, да, мы это делаем. Спасибо, Максим. И последний вопрос. Можно ли совмещать маркетолога и продавца в одном лице? Ну, допустим, если это маленькая компания. Тут я хотел сделать, но не сделал. Вообще, кто в компании занимается маркетингом? Нет, 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 вы, я уже помню. Вообще, кто конкретно в компании занимается маркетингом? Да, мне нравится тот же ответ «все», потому что маркетинг – это не что-то, вот это не вовлечение, это не привлечение, это философия ведения бизнеса, ведение бизнеса от клиента и, соответственно, может ли совмещать продавец-маркетолога? Да, по-хорошему не может, а должен. Каждый продавец должен быть чуть-чуть маркетологом. Каждый разработчик должен быть чуть-чуть маркетологом. Каждый HR должен быть чуть-чуть маркетологом, каждый сотрудник чуть-чуть маркетологом, потому что на самом деле воронку продаж ее рисуют сужающие не просто так. На каждом этапе вы теряете клиентов, затраты на привлечение которых вы понесли. Соответственно, на каждом этапе можно найти причины, почему это происходит. Например, HR не набирает продавцов, например, продукт недоработан, нужно сформировать разработку. Масса причин. И это не должен делать маркетолог, это должен делать каждый человек на своем отдельно взятом месте. И если вы исповедуете маркетинговый подход к ведению бизнеса, то маркетингом в вашей компании должны заниматься все. И продавец не может, а обязан совместять функции маркетолога. Большое спасибо, Максим. Очень.